Матч в пресс-конференцию. Теперь на Ваши вопросы ответит главная тренерская энергия. Какое впечатление оставил сегодняшний матч? Скажем, интересная для размышления игра. Скажу откровенно, что это очко выигранное. Я скажу откровенно, что нас никто в Хабаровске не переигрывал по всем статьям. Надо искать причины, потому что после, хотя и проигранной игры в Владивостоке не было повода сдать. Может, у некоторых игроков появилось самоуспокойствие. Это очень опасное дело. С самоуспокойства, что заняли, скажем, там, восьмое место или там попали в этот фанел клуб, может, они уже уверены, что они туда поедут. Может, всякое быть. А так, для размышления есть, есть на чем подумать. И будем смотреть, кто готов последний этот сумасшедший, просто сумасшедший марафон, который нам остается. И должны, да, понимая, что усталость накапливается, усталость психологическая, физическая, это нормально. Но, с другой стороны, нам играть все равно надо будет. Так что будем искать резервы. Резервы. Есть некоторые, которые травмированы, которые, скажем, сейчас уже пропускают игры из-за карточек. Так что надо будет подготовить команду к торпеду. Так что такое первое печенье. Второе, что ротор стоит точно не на своем месте, который, наверное, на таблице. И такая же, скажем, похожая игра, только с нашей стороны, более эмоционально, более агрессивно была в Волгограде. Мы эти три очка там добили. Сегодня ротор нам противостоял, что, говорю, эта команда мне нравится, их игровой стиль нравится. Почему они там стоят, это уже не знаю. Но, с другой стороны, эта команда мне подобрит. Поздравляю их. Я думаю, что они проиграли эти два очка, мы выиграли эти два очка. И что, готовиться на следующей игре? Через четыре дня опять игра, плюс полет. Спасибо. Пожалуйста, у кого будут все вопросы? Недавно вы говорили, что тайм был лучше, который провел с Каймерки. Это был матч в Балтике. То, что мы увидели, это худший тайм на Санкуле. Да, я думаю, это самое... Нас никто, никто так не переигрывал по всем футбольным статьям. Хуже или по игровой нашей этой, скажем, такой веселой, какой-то расслабленной игры сегодня не было. Ротор нас просто переигрывал. Они быстрее были, на миллисекунду. Это миллисекунды на футболе сейчас решают все. Так что мы не успевали за ними. Это было, я говорю откровенно, для размышления хорошая игра. Еще будут вопросы? Неделя до кубкового матча у вас будет основной состав, как вы думаете? Или в случае, что такое график, дадите обороты? Я еще раз повторяю, что это сумасшедший график. Надо будет сейчас искать какие-то резервы, потому что мы играем 27-го в торпедо. С вами понимаете, 28-го улетаем, 29-го здесь, и 30-го уже игра. Это просто, я не знаю, как это, просто сейчас в голове пока не, плюс часовой пояс. Это вот это надо, не знаю, как это все сделать. И через три дня, 4-5 тулов. Так что, я говорю, это такого еще не было в истории, но как до этого доиграли, конечно, 5 дней, 4 дня до игры. А сейчас уже каждые три дня. Это просто уже будет очень тяжело. Я хочу, чтобы с пониманием отнеслись зрители, потому что сегодня опять слышал негативную реакцию. Это уже опять неприятно. Они просто не понимают, что у нас осталось шесть игр. Они какой-то там даст путь, куда. Или мы стоимся так спокойно, доигрываем этот чемпионат, или какой-то прогресс есть. Я не говорю там о каких-то сверхъестественных задачах, но они должны понять, что наши люди, это просто, они тоже люди. Они тоже устают психологически, физически, каждую игру надо как-то презрителя. Мы хотим показать, но это в реальности тоже, мы же, нет у нас два состава. Чтобы не играл в Европе, я говорю, что там в Западе или один здесь. Надо искать резервы. Спасибо. Еще будут вопросы? Пожалуйста. Валерий Садович, я думаю, вы не будете оспаривать тот факт, что сегодня у нас в лучшем составе был Гагита Гогуа. Но это его привычное состояние, и он лидер команды уже на протяжении многих матчей. Скажите, вот кроме него, вы можете кого-то выделить сегодня и сказать, он отыграл хорошо? Я скажу, да. Вы правы, что, скажем, перед этим у Гоги были проблемы, были, скажем, с травмами связаны, с болезнями. Это натурально, что он тоже был в какой-то яме. Сегодня он был лидером с первой минуты. А вот не хватило нам двух-трех игроков, которые тоже потянули. Да, были, были моменты, были какие-то вспышки, но это мало. Чтобы обыграть Ротор, это было мало. Мы все гордитесь, всем нравится, да, но, говорю, один не может выиграть. Да, он может сделать какой-то нестандартный момент, да, имел момент, могли мы выиграть. Это просто было бы нечестно, если честно говорю, потому что они были игры. Я рад, рад за него, но в другой игре, может, другой будет лидером. Я надеюсь, что каждой игре должен два-три игрока. Два, одного не хватает. Одного не хватает, нужно два-три игрока, которые потянулись со всякой командой. Сегодня было всем тяжело, игроки сами понимают, прекрасно понимают. Так что выделять, да, хорошую игру Гогу сыграл, но, я говорю, нужны нам больше лидеров в команде, чтобы мы могли противостоять другим командам. Спасибо. Пожалуйста. Учитываете ли вы размеры поля, на котором в последнее время приходится проводить вам игры домашние? При подготовке к этим играм, или это не имеет? Нет, это имеет, 5 метров ширина, скажем, 10 метров длина. Да, но не забудьте, что если бы начало сезона было, это был понятный вопрос, мы это учитываем, мы все просчитали до миллиметров, у нас есть ленточка, так что, учитывая, новые игроки, говорю, они понимают это тоже, но это не самый главный вопрос. По произведенным заменам, то есть, вы увидели тот эффект, которого ожидали этими заменами, или какие-то, может быть, посчитали, что... Тяжело, тяжело сказать, потому что последняя замена была, мы проигрывали в середину, проигрывали конкретно середину, и сказал, что Макс Трусевич в эту зону прикрыл, как-то стало немножко поспокойнее, потому что мы не было, скажем, сегодня наша сильная сторона середина, сегодня, скажем, мы не сыграли так, как надо сыграть, а что касается других, не хочу комментировать, а хочется, хочется остроты, хочется трех очков дома особенно, но мы имеем, что имеем сегодня, есть, говорю, травмируемые, есть, которые хотелось бы усилить, но из-за травм, из-за, скажем, других проблем мы не можем усилить на сегодняшний день так, как хотелось бы. С другой стороны, говорю, они старались, делали, но это только было старание, эффекта особенного не было. Еще будут вопросы? Нет, всем спасибо.